Музыка 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 Шапки долой, шапки долой, и смотрите, владыка будет идти, вы складываете руки на карту и наклоняете к нему. Шапки долой, шапки долой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Исповедуйся в поле месту, я поверю. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Поки, поки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Боже, благословися имя Твое, прославися царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и приз на его веки веков. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоя, Отца и Сына и Святого Духа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоя, Отца и Сына и Святого Духа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоя, Отца и Сына и Святого Духа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоя, Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю со святым воскресным вечером. Это воскресенье святые отцы установили вспоминать изгнание наших родителей Израиля. Когда наши правоцы нарушили запреть Божия по стен, который был установлен еще в раю, вкусили запретного плода и в итоге оказались за пределами рая. Сегодня мы с вами слышали богослужение и в стихиях, и в кануне как раз раскрывалась эта тема, что Адам сидит напротив рая, плачет, скорбит, ангел стоит уже, закрыв двери рая, и не пускает уже туда даму. С одной стороны, конечно, скорбь, а с другой стороны, богослужение, видим мы, конечно, и радость о том, что Господь услышал эту скорбь, это покаяние Адама и затем последующим человечеством и пришел на нашу землю две тысячи лет назад, обновил человечество и даровал всем нам спасение. Даровал нам благодать, которая нас спасает. Эту благодать мы с вами получаем в таинстве крещения и в таинстве причащения и других таинствах. Но когда он не сохранил первую благодать, которую Господь дал ему в район, так и мы с вами не сохраняем эту благодать, которую получаем в крещении. И в течение жизни сколько раз мы уходим из духовно-благодатного общения с Богом и переходим на сторону Стеца Абраган, который обещает нам сладости, свободу и радости в стране далекой. И когда мы все с вами вкусим, и оказывается, все это не то, это один обман. И потом нам нужно тоже каяться и плакать о той потерянной чистоте, о той благодати первой, которую мы с вами получаем в таинстве крещения. Так вот, Святые Отцы установили царапольский фремион, накануне Пасхи Господней. В сорокадневный пост должен проходить каждый христианин. Сам Господь показал пример, как можно в сороке дня поститься. Мы с вами помним, когда он был крещен, то ушел на гору искушения, как мы называемые, где в течение сорок дней готовился к высокому служению, спасили род человеческого. Постились и ветхим занятиям. Помним с вами, как Моисей постился в сороке дня с Симая, прежде чем получил закон Божий. Постился Иоанн, Иоанн Креститель всю жизнь провел в пустыне в посте. Все новозаветные святые любили пост. Сколько гимнов находим у святителей, Василия Великого, Анна Тауста, Говоря Богослова, других святителей, которые так восхваляют пост. Действительно, это время радости для любого христианина. И мы, конечно, ждем всегда обновления в это время. Все наши проблемы, все наши падения от гордости. Поэтому нам нужно обязательно в течение поста облечься в одежду смиренно-мудрее. Это самая главная одежда, которая привлекает благодать Божию. Господь только на кротких и на смиренных взирает. Конечно, этот пост нужно пройти нам с пользой для души своей и с пользой для души других. Поэтому мы должны свое сердце настроить на любовь к Богу и на любовь к нашим ближним. Запастись гелерием добрых дел, чтобы нам выйти навстречу воскресшему Христу с зажженными святильниками. Чтобы что-то принести в члене поста Богу. Пусть эта десятая часть года будет нашей малой жертвой, в очищении нашей души и пользы и помощи нашим ближним. Я свидетельствую отца Гаврила за приглашение сегодня накануне с того поста у вас помолиться в вашем небольшом храме и здесь и спросить Божье благословение на предстоящей трубе Святой Четыресятницы. Почу желать нам, Батюшка, помощи Божией в ваших трудах и заботах о вашей пасте, чтобы этот хвост пошел на пользу всем, принес радость, утешение и обновление нашей жизни в празднику Святой Пасты. Ваше Высокопресвященство, дорогой Владыка, от лица нашего прихода, от нашей казачьей общины, от меня недостойного, примите наше сердечное благодарение. Вы принесли своим посещениям необычайную радость для нашего прихода. И мы, дорогой Владыка, благодарим вас за ваши святительские молитвы, которыми вы наполнили наши сердца и наш храм. Мы благодарим вас за ваше апостольское служение, за ваши созидательные труды на благо Церкви Христовой и нашего государства российского. И от всей души, дорогой Владыка, желаю вам духовной крепости, телесного здравия. Я, недостойный, сокорбляя мною казачьей общиной и приходом, будем молиться, чтобы Господь удостоил вас высшей награды Царствия Небесного. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. 9 июля – праздник Тихинской иконы Божьей Матери. Сейчас вся православная Россия молитвенно пребывает в маленьком городке Тихвине, который милостью Божией и заступничеством Пресвятой Богородицы присиял во всем православном мире. Здесь, в Успенском соборе, более 600 лет находилась чудотворная Тихвинская икона. Эти стены видели великую славу монастыря, видели многотысячные потоки людей, идущих на поклон к Царице Небесной, к святому образу и я. В богоборческие годы икона покинула наше Отечество, но сегодня по воле Божией вернулась в родной дом. 8 июля 2004 года, преодолев долгий путь, святыня прибыла в Тихвин. Тысячи горожан и паломников встречали с молитвами и слезами радости на глазах Матерь Божия в ее чудотворном образе Тихвинск. Со слезами верующие Америки провожали чудотворную икону. Но то благоговейное, глубокое почитание и любовь, с которой встретили икону в России, соединили всех в великой радостью. В течение двух тысяч лет Матерь была заступницей, ходатайцей для всех христиан. И, конечно, и в Латвии, и также в России. Все, кто прибегал к Матери Божией, она всегда оказывала утешение, радость и свои благословения. Я искренне радуюсь. Для нас это исполнение, и воистину мы сорадуемся со всеми. В праздник Тихвинской иконы Божией Матери, при стечении большого числа богомольцев, Божественную Литургию в Тихвинском монастыре возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир, митрополит Православной Церкви Америки Герман, архиепископ Тихвинский Константин, владыки многих епархий, священнослужители Санкт-Петербургской митрополии. Санкт-Петербургской митрополитации Санкт-Петербургской митрополитации Классио injustice КОНЕЦ 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 КОНЕЦ